Добрый вечер, уважаемые болельщики, любители волейбола! Мы рады вас вновь приветствовать в Калининграде на главной арене Дворца спорта Янтарный. Чемпионат России по волейболу среди женских команд «Пари Суперлига». Полуфинал и это третий матч встречается «Динамо Москва» и «Локомотив Калининградская область». Ну а для вас по-прежнему комментирует этот матч Наталья Курносова и Елена Литовченко. Добрый вечер, дорогие друзья! Первого этот мяч знает, она как умеет Ксении Парубец переводить по линии. Под Капаева высокая передача на Капустину. Здорово, как достает Алла Галкина в защите. И какой грамотный атакующий удар от Ксении Парубец. Какую классную передачу сейчас выдала Юлия Бровкина. Есть прием, отличный. Тут же подключение первого темпа, но ждет, там ждет Екатерина Ибдакимова. Но здесь для их восстановления, конечно же, поработал и медицинский корпус. Огромные силы вложили. Так что всегда, когда команды празднуют победы, это не только победы, просто огромная поддержка в зале. У меня такое ощущение, что сегодня людей больше, чем вчера собралось. Вполне возможно, да. В Янтарно. И, конечно же, вчера это такой дополнительный стимул, дополнительная мотивация для игроков в Локомотиве. Несмотря на то, что первый матч был проигр. Чуть раньше оценила, что мяч туда летит. И, может быть, можно было, был вариант двумя руками передавить, сразу блокируя еще. Сейчас нет никаких вопросов, просто идеальная атака, потеря на подаче. Своего приема Татьяна Толок снова забивает длинную диагональ. Хорошо так прошла мимо блокирующих, мимо защитников. Словая в прыжке. Здорово летит, но справляется Татьяна Толок с приемом. Аркаракур, какая высота сейчас. И еще эта скорость получилась. К тому же не успевает. Есть прием. Есть твоя передача в 4. Татьяна Толок. Размечает она высокий блок Натали Гончаровой и Виктории Мушиной. Такие физические данные. Настолько она одаренная, что только, наверное, тройной блок, если ей удобно, и она в оптимальной своей форме, как мы видим сейчас это, то, наверное, только тройной блок способен будет ее как-то немного остановить, смягчить или что-то сделать. А вот так двойной очень сложно. Сейчас смягчает. Опускалась передача на руки блокирующего. И Попович здорово, когда тащит этот мяч. Чуть-чуть задержались после приземления блокирующие. Ну что ж, тут даже не после тайм-аута, даже не знаю, как сказать, после чего подавала. Как пауза. Тотше даже, чем пауза между партиями получилась. Забивает Наталья Кочарова. 22-ое очко Наталья Перейра. Отправляется с приемом Ксени Парбец. Прием у Локомотива сегодня определенно есть. Определенно неплохой. Как и вчера. Но вот здесь, да, кажется, Ксени Парбец лучше всех, наверное, принимает. И в проценты это доказывают в составе Локомотива. Но вот почему же раз за разом отправляет оставить этот мяч в игре, сохранить. Рокурт скидка, она там добегает Кокустина. А вот Локомотива скидка падает. И 25-17 с таким счетом заканчивается первая партия. Есть у нее такая возможность периодически вспоминать, что как атаковать из четыре. Мощная атака. И таким вот и поднимается. Еще одна атака Динамо. Кокустина забивает. Выстроена таким образом, что на блоке была Евгения Старцева, Наталья Гончарова. Там она все равно чуть ближе подстраковывает. И вот и сейчас видно, как Наталья смещается в первую зону. То есть это уже Наталья сумела прочитать этот удар. Этот длинный такой продольный накат. И уже в падении доставала больше. Ну вот такие мячи наоборот как раз-таки выбивают весь настрой. Вроде бы он несложный и подниматься должен. Но надеюсь, что на Локомотив это не сильно повлияет. И они продолжат бороться. Но вот доводка неаккуратная. Опять надо убирать эту грязь. Вот какой хороший отскок. Синя Парубец записывает очко в свою личную статистику. По всякому случаю, прием уж точно это позволяет. К челе атаку Бровкина. Ну сложно там Юли Бровкиной. Пушина. Какая умница сейчас Ирина Филиштинская. Увидела она эту свободную, незащищенную зону московской команды. Несмотря на то, что там ныряла, доставала этот мяч. Ирина Капустина. Отскок получился не до игр. Только в ходовое направление она может атаковать. И так что держите ей линию. То есть Капустина левой рукой скидывала. Ну хорошее место для скидки. Вера Косючек на подаче. Заранее, да, как-то узко шла Перейра. Здесь блок локомотива срабатывает. Вернулась на площадку капитан Ксения Парбец вместо Веры Костючек. Смотри, как интересно. Как только была Вера Костючек, вся подача отправилась в нее. Только вернулась Ксения Парбец. И сразу же в противоположный угол полетела подача от Евгении Старцевой. Закрывает атаку Юлии Бровкиной. Должна это быть чья-то зона ответственности. И скорее всего действительно есть тот, кто должен был это поднимать. Но вопрос в том, что там и Ибрар Каракурт на атаку в этом мяче заряжена была шла вперед. И Ксения Парбец страховала. То есть задняя линия оказалась совсем незащищенная. Анна Ирина Филишкинская на подаче. Сверху принимает Феррера этот мяч. И Капустина забивает 25 очко. 25-20. И Динамо из Москвы впереди в этой встрече со счетом 2-0. Локомотив использует эту схему. Не впервые. Уже были матчи, да? Было разочек, как попробовать. Но ценность матча была не настолько высока на тот момент. Нет, но здесь сейчас или бан, или провал. Потому что, ну, по большому счету не получается. Что-то нужно придумывать. Скидкой выигрывает этот мяч. Это Рар Паракур. Тянуть за собой блокирующих. Да, растягивать их по сетке. И ускорять игру. Амина Копович забивает взлет впереди. На одиночество в блоке. Мы так часто увидели забегание. Вообще подключение первого темпа у Динамо. Уличная защита у Локомотива. И у Динамо тоже. Все прям защищаются. А здесь блок Валерия Зайцева. Хороший, красивый и долгий розыгрыш. Защита блестящая с обеих сторон. Просто если сейчас увидеть счет на табло и понять, чего стоят их ошибки, это, наверное, может привести в чувство. Здорово в защите Галкина. И еще раз атака московской команды. Забивает Дерейра. Мне здесь совсем чуть-чуть не хватило, да, чтобы сохранить этот мяч. Перебрасывают на ноги этот мяч. И еще одна атака Локомотива. Харакурт из четыре. Там Капустина ныряет за этим мячом. Елена Калештинская на сетке борется. Еще будет рисковать Ибрар. И закрывают задние линии Татьяна Тола. Тайм-аут Локомотива. Первый тайм-аут в этой партии. В счете 9-8. И трудом даются вот эти заработанные очки, что, да, не хочется дарить своими ошибками сопернику сокращение преимущества. Молодец Ксения Парбец. Прочитала, куда может быть обман. Не будет атаки у Динамо. Можно организовывать быструю атаку Локомотиву. И забивает Абра Аркаракур. Там, по-моему, между рукой у Виктории Пушиной проходит эта атака. По московской команде тоже все понятно. Там действительно по полочкам разложил, кстати, Кущаков. Следующее действие для своих подопечных. Как-то перестали добивать Динамовки. Да, не с первого раза, но добивают волейболистки Локомотива. И как раз говорим о том, что нужно играть в защите. Ох, какой блок. Один в один закрывает Капустину Мина Попович. Такое недоумение на лице Ирины Капустины. Здорово поверх блока сейчас забивает Капустина. Не стала под себя лезть, да, сохранила. Прием. Ой, как сейчас увидела здорово Перейра, что все оттянулись в защиту. Но там Татьяна Толок успела нырнуть. Екатерина Евдокимова сбивает пас за головой. Вот это хорошая удачная остановка. И ВРАР занимает свою привычную позицию во второй зоне. Наталья Гончарова как неожиданно играет зону вторым темпом. Да, ушла узко. Ушла она от крайнего блокирующего. Неожиданность. Ну и, конечно же, да, ты правильно говоришь, что мастер-самена Наталья Гончарова. Ракурт С-2. Третий метр. 24-17. Сет-бол у Локомотива в третьей партии. И реализует у Локомотив этот сет-бол с первого раза. 25-17. Не сумели вернуться в игру. Именно навязать свою игру. Команде соперника. Ой, затрывает. Это реакрушенный минус Тёпович. Наталья Гончарова в третьей партии. Надо получить. Еще раз повторяет. Матолог. Вот такое ощущение как-то не хватает. Динамовкам доорганизовать вот эту качественную передачу. Доиграть. Поднимают в защите классные мячи. А для нападающего не доходит эта передача. Врар Карапурта из шестой зоны. Осталось у него в запасе только два перерыва. Как здорово Кончарова сейчас из два по два проходит. Любушкина, которая тоже может доставить проблемы своей подачей. Высокая передача. Здорово. Любушкина поднимает мяч в защите. И забег Екатерина Евдокимовой. А ведь хорошая блокирующая против нее. Но, наверное, не так много. Но есть Татьяна Толок. Нужно разрывать блок. Татьяна Толок и Пайп есть. Там Ксения Парубец тоже на задней линии. Снова тройной блок. В четыре против Карапурт. Здорово в защите Ксения Парубец. Толок скидка. Очень-очень важный мяч. Локомотив забивает. Настолько место хорошее. Высота неожиданно поражает зоны. С такой высоты очень сложно для защиты. Это для Гончарова. Второй зоны. Вчерашний матч мы видели вместе с Елизаветой Синитиной. В площадку попадает мяч от Рох Ирины Филиштинской. Записывает она себе очко на блоке. Карапурт на тройном блоке. Страхуют ее партнеры по команде. И со второго раза забивает. Хочу сказать, диагональная локомотива. Так оно и есть, но сейчас проигромщится. Здесь прием от Парубец. Высоченная передача на карапурт. И высоченная атака. Вытянулась вот в свою высоту. Ух, Татьяна Толог выигрывает мяч своей защитой. Буря эмоций у всех. И у игроков, и у болельщиков. Никаких рычагов воздействия не осталось у московской команды. Какой блок. И закрывают Наталью Феррера. И я закончу свою мысль, которую хотела до вас донести до начала тайм-аута. Что это последний шанс, да, чтобы зацепиться. Сдачу. Снимается прием по второй зоне. Высокая передача. На гончаровой блок Татьяны Толог. 25-20. Еще одно зеркало. Еще раз ждет пятая партия. Еще одна хорошая подача. Но справляется Перейра. И опустено. Там здорово в защите. Карапурт. 86. Толог попадает в длинную диагональ. И здорово проводит эту атаку Татьяна. Выше блока. Подавайте в нее. Но вот у меня такое ощущение, что у Игоря Карапурт нет проблем с приемом тайм. Я сейчас прям, насколько среагировала Ирина Килиштинская на это сложное попадание. Поднимает атаку Натальи Гончаровой. Тройной блок пробивает. И что ж, у нас смена сторон. Есть прием. Со своего приема Карапурт из 4. Тройной блок пробивает. Отличная высота. Ну и, собственно, уже Тали Перейры. 18 заработанных очков. 7 блоков сегодня она поставила. Татьяна Толок. Ой, какая умница. Очередной переброс от Татьяны Толок. Ведь это же не первый раз она так перебрасывает. Мощно. Но прием есть. Не забивает Капустина. Толок из 2. Сумасшедшая атака. Как на бой. 11-7. Рискует. И Эйс. Эйс. 12-я очко. 12-я очко. 12-я очко. И еще один. Какой адреналин. Да, зашкаливает Уэймрар. Хорошо. Но справляются с приемом. Наталья Гончарова попадает в блок в синий парубец. 14-я очко. Да, узкая была передача. Сложно было что-то придумать Гончаровой. Ну и что ж, у нас матч-гол у Локомотива. Да, вот так вот спокойно. И понятно, для чего Арсов тайм-аут брал. Просто, чтобы команда успокоилась. Толок! Это заслуженная победа Локомотива. Мы поздравляем. Но просто не могли, еще раз повторяюсь, они не доставят болельщикам своим такое удовольствие на своей площадке. Мы с вами этот матч смотрели, комментировали и наслаждались. Мастер спорта международного класса Наталья Курносова. И мастер спорта Елена Литовченко. Услышимся на волейболе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин